Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас участник группы God7, а также сольный исполнитель, известный как Бэм Бэм, с композицией Last Parade, из его нового альбома Бэм Мэзис, или Бэм Мэзис. В общем, все ссылки на экран, и милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки, жмите колокольчики, и обязательно подписывайтесь на Телеграм. Двигаемся дальше. О, это ж не новости. Погнали! Отлично! Цветовая гамма прекрасная. Мне напоминает много чего сразу, и первое, что напомнило, Black Parade, это же группа была, которая, господи, My Chemical Romance. My Chemical Romance напоминает Welcome to the Black Parade, только более зловещая версия, которая ближе к Motionless Inline. Вроде такая была металл-кор группа, вот что-то среднее между ними. Black Metal здесь не пахнет, хотя есть Corpse Paint местами у некоторых в массовке, но в целом визуал шикарный. Это, опять же, к тому, что, как Пак Джи Йон говорил, Бэм Бэм, ты такой всегда проказник, шутник, такой веселый мальчик, а тут ты вот такой мрачный сударь. Опять же, отличный густой бас и на фоне еще такой синтезатор, немножко такой щелкающий, даже, сказал бы, тыкающий, пробивающийся, но не мешающий артисту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне одному вот этот стоп-кадр напоминает Иеронима Босха и его картины, потому что вот что-то есть такое. Если не знаете, кто это, то, ну, посмотрите. Очень интересный художник, наверное, мой любимый, если что-то пошло, и поэтому я, возможно, вижу его работы везде. Но здесь что-то есть. Понятно, не в визуальном стиле, но вот как-то компоновка и происходящие события напоминают его одну работу. Большое такое полотно. В общем, это в другой раз. Сами посмотрите, а пока что смотрим. Эта сцена мне сразу напомнила. Опять же, я не говорю, что кто-то у кого-то ворует. Это просто Пентагон, баская композиция, которая у них была для шоу, Road to Kingdom тогда. И похожие декорации. Ну, а-ля Безумного Макса. Таких декораций в разных клипах было полно. Да, даже, по-моему, артист филиппинский Феллипп такое делал. Вот, просто говорю, что сразу что-то напомнило, знакомое, приятное. А сам биточек-то, мое, конечно, почтение и уважение. Редактор субтитров А.Семкин И еще здорово, что трек достаточно богатый по аранжировке, но при этом не перегружен большим количеством инструментов. Опять же, это тенденция такая, потому что начинаю замещать, что я говорю одно и то же, но потому что сейчас такая тенденция, что люди стараются делать более разгруженные треки, чтобы просто слушатель получил удовольствие и понял основную задумку. немножко в сторону упрощения, но не в совсем уж какую-то тупость уходит. То есть просто все становится более доступным, понятным, но при этом красота и там некоторые аспекты не теряются. И к тому же, я вам напомню, чтобы сделать просто звучащую композицию, как раз наоборот нужно много различных телодвижений сделать на сведении. То есть автоматизация, всякие там сайдчейны и прочие интересные слова, которые, скорее всего, поняло процентов 20, может быть, аудитории. Может быть, больше, не знаю. Надеюсь, что вы поняли, о чем я. Субтитры сделал DimaTorzok И в дансбрейке еще появляются наши любимые трэп-хорнс. Ну, методы духовые, которые перегружены и скомпрессированы. Причем у них достаточно медленная атака, то есть идет удар, и они как бы немножко за ним идут. То есть вот как, ну, так въезжают чуть позже. И от этого, опять же, создается интересный грув. Мне, опять же, все это нравится. Я безумно скучал по музыке, но рад, что съездил в отпуск, из которого я, кстати, вернулся на момент записи этого и еще ни с каких последующих роликов. Потому что надо записать, там их штук 10 или 15 накопилось, поэтому мой немного болезненный вид и голос будут преследовать вас на протяжении ближайшего времени. Продолжение следует... Ой, биток прекрасный То есть вот перкуссия с басом и бочкой сочетается просто великолепно Клэпы отличные были Но сам Бэм-Бэм тоже с собой хороший, естественно, здорово спел, засчитал И мне нравится, что и он, и Джексон, как, наверное, самые активные сейчас участники ГАД-СЕВН Они ушли в какие-то мрачные концепты Но только если у Джексона что-то было такое прямо более театральное То здесь скорее более такое пафосно-эпическое Но и там, и там мрачно Но опять же, это здорово, потому что артистов запомнили в одном образе А тут оказалось, бам, они могут в другом Но сегодня мы говорим про Бэм-Бэмы И я скажу, что на момент записи этого ролика я уже записал на вас новый выпуск Который рассказываю, где эта песня занимает первые места в iTunes Поэтому я понимаю, почему она занимает Я добавлю это, естественно, в плейлист Мое уважение А пока что список бустеров Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзья, интюб-спонсор-донатеры Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что Пока живы вы, жив я Ну и так далее Кроме того, бусти Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там В том числе это возможность смотреть ролики Без всяких там блокировок, замедлений и так далее А также прекрасная возможность сказать спасибо Автору канала и канады поддержать Ну в общем, вы поняли Автор это я, если что, да Некоторые путают, кто тут автор, а кто Максим Нас ждут трое в кадре Вот Далее МП-ревьюз, кей-поп-новости Обязательно подписываемся, смотрим, делимся МП-энтертеймент, музыка, яблоки, манго-трек Слушаем и телеграм-канал Хаплокация Я по-прежнему Максима, я не говорю вам прощай И я говорю до новых встреч Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...